Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И мы предполагаем, что мы сегодня будем работать следующим образом. У нас есть подготовленная часть программы, несколько вопросов, которые мы указывали в приглашении на наш клуб. И мы просим в процессе обсуждения этих вопросов первоначально, мы будем рады разным вопросам, пишите их, пожалуйста, в чате. Я буду ответственной за чат, и честно обещаю, ни одного вопроса не пропустите. В конце нашего заседания мы предполагаем возможность всем включить микрофон и просто пообщаться и поговорить. Вот технически вот такой регламент мы предлагаем для первого заседания. И опять же посмотрим, насколько это будет... Придуманный нами формат будет удобным. Возможно, к следующим заседаниям мы его и будем в процессе менять и модернизировать. И я с удовольствием представляю слово для ведения сегодняшнего первого заседания Владимиру Балакиреву, который как раз и содержательно расскажет и про то, что такое клуб про оценку, и про то, о чем мы сегодня будем говорить. Доброе утро, коллеги. Я буду сегодня модерировать наше обсуждение. На мне такая основная роль будет. Хотя у меня будут какие-то выступления тоже. Я буду включаться. По поводу цели. Когда мы задумывали этот клуб, мы решили, что, во-первых, это не будет обучающим мероприятием. Мы не будем здесь заниматься тем, чтобы доносить какие-то специальные знания. Мы хотели обсуждать какие-то очень важные проблемы или задачи в области оценки. И, скорее всего, как результат мы ожидаем, что это будет что-то, что будет заставлять вас задумываться или нас задумываться о будущем. И нам казалось, что такой жанр никто не использует сейчас или мало кто использует. И мы подумали, что мы будем первыми в оценке. Это первое. А второе, что я хотел сказать, это такое мое даже скрытое желание. Мне бы очень хотелось, чтобы на этих заседаниях обсуждалось то, что я бы назвал такими ментальными картами. Какими-то системными представлениями об оценке, о том, что это такое и как это делать. И я надеюсь, что это тоже удастся сложиться, и мы будем вместе про это говорить. Ну, вот, пожалуй, и все. Я еще раз напомню, что мы задумали тема у нас оценка обучения. И это будет такая серия коротких выступлений на важные темы в обучении. Затем мы будем немножко комментировать то, что сказал выступающий. И будем предоставлять короткое время для ваших вопросов. Но в процессе семинара они будут, мы в письменном виде будем, надеемся, что вы будете писать и получать. А в конце запланировано уже обсуждение голоса. Ну, и мы скажем о том, что мы будем делать дальше и планируем, по крайней мере, о следующей встрече. Ну, вот, пожалуй, все. Да, еще один важный момент. Если так получится, и вопросов будет много, и мы не успеем ответить на все, мы все-таки хотели придерживаться строго регламента и времени на обсуждение, тогда мы эти вопросы зафиксируем и постараемся ответить на следующей встрече. Вот так вот. Ну, поэтому я вот еще раз подчеркиваю, что я буду следить за временем обсуждения и постараюсь сделать так, чтобы мы все-таки все намеченные темы обсудим. Ну, все, мы начинаем. И я передаю слово Алексею Кузьмину для первого такого тематического выбрасывания, первого выступления. Спасибо, Владимир. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Много знакомых, много незнакомых. Приятно всех видеть. Я хочу признаться, что я, как и вы, впервые в жизни участвую в заседании клуба про оценку. Новый такой опыт. Первый вопрос, который мы планировали затронуть. Может ли существовать универсальная теория изменений или логика, которая подходит для любого обучения? Значит, конечно, все знакомы уже теперь, это давно на слуху, что такое теория изменений или логика какой-то интервенции воздействия. Здесь в самом общем виде она сформулирована. Мы совершаем определенные действия. Эти действия приводят к непосредственным результатам. Непосредственные результаты приводят к тому, что достигается цель. И это приводит к тому, что мы делаем вклад в достижение какого-то эффекта, который выходит за рамки того, что мы можем сделать, но вклад мы можем сделать в достижение этой стратегической цели. В самом общем виде такая простейшая логика или теория изменений. Значит, когда мы говорим об обучении, какие действия мы совершаем? Тут очень разное может быть, зависит от того, какое обучение. Групповое, индивидуальное, онлайн или оффлайн, с участием преподавателя или теперь мы с вами понимаем, что может быть даже без участия живого преподавателя. Обучение может включать самые разные действия в зависимости от того, чему мы учим. Там, скажем, вождение бетономешалки или художественной гимнастики или проведение совещаний. Очень разные могут быть действия совершены. При этом они вроде бы должны приводить к чему? Что меняется знание, умение, навыки участников и, возможно, их установки определенным образом трансформируются и формируются отношения к чему-либо. Здесь вот можно о чем еще задуматься. Если говорить о результате обучения, то часто бывает так, что результатом обучения для участника, для многих даже бывает это основной результат, может оказаться какое-то формальное признание того, что человек прошел обучение. Например, получение сертификата или диплома. И вот здесь первое, что я бы хотел отметить, что, конечно, когда мы говорим об обучении и о логике, о теории изменений, то надо понимать четко, с какой позиции мы эту логику рассматриваем. Потому что с позиции преподавателя, конечно, выдача диплома не является результатом обучения. При этом с позиции участника он совершает действия, которые могут привести к получению диплома. И для него это вполне такая логика приемлемая и реалистичная. Теперь про цель и образ конечного результата. Конечно, мы понимаем с вами, что в зависимости от того, чему мы учим, например, мы учим детей художественной гимнастики. Цель какая? Чтобы они успешно выступали на соревнованиях, занимали какие-то призовые места. Мы учим людей проводить совещания. И они начинают на практике проводить совещания лучше или водить бетономешалку или что-то еще делать. И здесь возникает еще одна интересная тема для обсуждения. Если мы с вами посмотрим на программу обучения, традиционные, которые подготовлены людьми, которые проводят обучение, мы с вами таких целей там не найдем. Мы цели с вами найдем какие? Что у участников сформируются определенные знания и умения, навыки. Но вот цели, выходящие, уходящие в практику, в этих программах мы с вами не увидим. Почему? Потому что если программу разрабатывает преподаватель, то, конечно, он понимает, что все, что уходит дальше, оно за рамками его возможности, он не может это контролировать. И брать на себя ответственность для достижения такой цели, конечно, он тоже не сможет. И это еще одна вещь такая важная, которую вот если мы с разных позиций на логику смотрим. И, наконец, стратегическая цель. И мы понимаем с вами, что, ну, конечно, хороший учитель, неважно где и чем он, чему он учит и с кем он работает, он всегда думает в первую очередь о человеке. И если в школьный учитель, то он думает, чтобы, ну, помимо преподавания своего предмета, чтобы человек в жизни потом как-то свой путь нашел и был полноценной личностью и карьеру сделал, и успешен был и так далее. И, конечно, обучение в достижении таких глобальных целей только вклад делает и вряд ли может быть определяющим, хотя важным фактором может быть. Таким образом, получается, что общая логика так выглядит. Обучающие мероприятия, которые приводят к формированию знаний, умений, навыков определенного отношения, далее успешная практика и далее какой-то устойчивый системный эффект, который может быть связан с тем, что мы на практике успешно применяем то, чему мы обучились. Поэтому универсальная теория изменений может быть, но, с другой стороны, надо все время помнить о том, что эти теории могут быть разными в зависимости от той позиции, которую занимает человек, у которого в голове эта теория. Я на этом закончу и приглашаю коллег включиться. Ну, у меня вопрос первый, Алексей. А почему мы говорим об оценке обучения, но начинаем с некоторой универсальной теории изменений? Как бы в чем смысл? Ну, мне на него очень легко ответить. Ты же говорил, что ментальные карты надо. Вот здесь какая-то ментальная карта, я надеюсь. Ну, если серьезно, то мне кажется, что, когда мы оцениваем какое-либо воздействие, очень важно понимать, какой был замысел этого воздействия. А теория изменений – одна из форм представления замысла воздействия, в частности, обучения. Зная замысел воздействия, мы можем оценивать его эффективность, его эффекты и так далее. Это очень помогает в оценке. Ну, означает ли это, что разговор об оценке обучения, он, может быть, с этого должен начинаться? Ну, я говорю о конкретной какой-то задаче, и это важный элемент, как бы, оценки. Я не знаю, там, модели обучения, модели оценки и так далее, и так далее. С одной стороны, да, а с другой стороны, мы понимаем, что существуют разные подходы к оценке. И есть подход к оценке, который сознательно не принимает во внимание цели интервенции, которые были у организаторов воздействия. То есть, по-английски называется goal-free evaluation. То есть, человек оценивает, специально не заглядывая, какой замысел, для того, чтобы не быть предвзятым и не искать следы того, что может подтверждать или опровергнуть исходный замысел. Поэтому зависит от того, какой подход мы используем. В общем случае, я бы сказал, что учет замысла, конечно, очень полезен. Я к участникам обращаюсь. Если у вас есть вопросы, пишите в чате, я напоминаю. Мне кажется, что когда мы очень часто в проектах некоммерческих организаций у нас есть разного рода обучающие программы для тех благополучателей, с которыми организация работает. Мне кажется, что если смотреть на эту теорию изменений, то очень хорошо понятно, что когда мы обосновываем в проекте, зачем нам надо учить этих людей чему-то, то мы в первую очередь все-таки смотрим на то, какой мы хотим получить эффект от того, что мы даже не какую практику они будут готовы, вот этот образ конечного результата, а ради чего вообще все это затеяно. И когда, если есть возможность увидеть и объяснить, ради чего мы это затеваем, какой эффект хотим получить, тогда вот в социальных проектах достаточно обоснованно выглядят программы обучения. Когда мы этот вот эффект для себя на этапе планирования программы не видим, то тогда все упирается в то, что мы 10 человек обучим на 10 семинарах, но и у них изменится знание вот про это. Но здесь, мне кажется, что еще очень важная вещь потом подумать, а как я буду этот системный эффект полученный мерить, и как мне доказать, что это случилось, ровно потому, что я когда-то обучила его на семинаре, и он стал лучше водить бетономешалку или лучше проводить совещание. Вот здесь, мне кажется, что очень серьезный вопрос возникает, и как я докажу, что этот системный эффект связан с тем, что я провела обучающие мероприятия. Ну, там же еще один важный момент, что стратегическая цель может зависеть не только от обучения, но и от набора других вещей. И там не просто доказать невозможно, если не были проделаны другие действия, эффекта может не быть, поэтому тут такая проблема существует. Ну, а во-вторых, мне кажется, что есть проблема связанная с другими вещами. Это касается того, что, ну, если я, например, делаю программу обучения для своих сотрудников, у меня будет одна стратегическая цель, а если эти сотрудники участвуют в программах обучения, про которые говорила Марина, это будет совершенно другая стратегическая цель, и, конечно, здесь, в общем, результаты будут в том числе тоже очень разные, и все будет зависеть, кто проводит эту оценку и для чего она, в принципе, ну, как и делается. Какая у меня стратегическая цель? Устойчивость организации для этого я обучаю сотрудников или там еще что-то такое. А для Марины, там, например, если, как она говорит, про программу обучения, там совершенно иная стратегическая цель. Можно я один пример кратко приведу? Конечно. И у нас есть два вопроса, как мы, вот участник. Я кратко пример приведу. Много лет тому назад мне пришлось оценивать одну программу, где был компонент подготовка, тренинг для тренеров, всем известно, что это такое. И цель была такая, чтобы подготовить группу небольшую, там человек 12, наверное, было, высококвалифицированных тренеров, которые бы стали ресурсом для развития некоммерческого сектора в России. Значит, программа была очень серьезная, очень высококачественная, дорогая. Могу сказать вам, что стоимость обучения одного человека сопоставима была с обучением на программе MBA в хорошей школе бизнеса. И вот в течение года там их обучали, они ездили за границу в том числе. Результаты были очень хорошие, они реально навыки свои сильно развили и очень много чего нового узнали. И конечный результат был такой, что они реально стали хорошими тренерами и на практике это все показали. И при этом, что дальше произошло? Они все успешно перешли в бизнес. То есть они не стали работать в НКО-секторе, а абсолютно подавляющее большинство стали делать успешную карьеру как бизнес-тренеры. Это к вопросу о теории изменений. Спасибо. Ну вот как раз. Уважаемые коллеги, у нас вот комментарий Наташи, и у нас есть уже пять вопросов. Я хотел там комментарии. Я коротко. Для меня всегда было проблемой... Наташа? Наташа, у тебя выключен звук. Для меня всегда было проблемой, когда мы обучали, еще в детском фонде Виктория складывалось, обучали создавать школу приемных родителей, а потом нам ставили, что мы неправильно обучили, что в регионе школа приемных родителей плохо работает. Хотя человек, который прошел все абсолютно практику, все обучился, он по каким-то там причинам не стал доделывать то, что он получил. А потом кто-то из них вообще, например, уходил, как вот Алексей говорит, в бизнес или куда-то еще и не стал делать эту школу. И нам, как центру, который обучал этих специалистов, говорили, что ваша система обучения, ваша программа обучения не дает никакого эффекта. Вот в этом случае, в этом случае, я вообще всегда, у меня раздвоение личности. С одной стороны, да, я, конечно, согласна, что мы должны своим обучением вкладываться в достижение какой-то стратегической цели. Но с другой стороны, я ведь не могу отвечать за то, что человек в конечном итоге, каким образом он это может применить. Ну, то есть, вот, и тогда вот я вот здесь не понимаю, как этот эффект, где начинать предполагать, что полученный эффект, он в результате обучения. И где все-таки заканчивать уже, считать, что это вклад того, кто обучил. Спасибо, Наташа. Уважаемые коллеги, у нас есть здесь, ну, по крайней мере, три комментарии, вопроса. Такие вопросы, но они скорее комментарии про вот этот системный эффект, да. Это комментарии от Юлии Богдановой, что обучение сложно сочиненным, и разные цели могут ставиться, и оно в другие, могут быть какие-то активности включено. У Марины Мухиной такой, ну, вопрос и, по сути дела, ответ. Нет, а вообще надо ли нам мерить системный эффект? Я не очень понимаю, для чего он нам нужен. И от Елены Журавлевой, что, ну, про сложности измерения системного эффекта, поскольку там непосредственно результат как-то можно увидеть, а вот этот самый системный эффект, неуловимый, уже может сильно зависеть от каких-то других обстоятельств. И есть один вопрос от Екатерины, какие классификации оценки образовательных обучающих программ существуют с точки зрения авторства написания программы, с точки зрения конкурентов и дальнейшего опыта. Может быть, Алексей, на этот вопрос ответить, а как бы вот комментарии про системный подход, мы дальше будем про это говорить подробнее, и, ну, как бы отнесем на следующую часть. Я думаю, что вопрос такой, что просто, наверное, надо его как-то за рамками обсудить, и я попрошу, наверное, того, кто задал этот вопрос, нам написать на адрес про оценку клуб. Напишите, и мы сможем ответить, ссылки дать там, где более развернутые есть обзоры подходов, если вы об этом спрашиваете. Просто уточните вопрос, пожалуйста, напишите на наш адрес, и мы попробуем дать вам какие-то ссылки на источники. Хорошо? Потому что вопрос такой довольно сложный, а у нас время. Спасибо. Давайте зафиксируем, что вот говоря о универсальной или неуниверсальной теории изменения обучения, ну, первым отмечаем, что это очень важно и значимо, да, если говорить об оценке обучения. С другой стороны, сразу обращает на себя внимание вот это стратегические цели, да, и то, что называется там устойчивые системные эффекты, которые, по поводу которых возникает много вопросов, да, ну, начиная с того, что вообще-то нужно ли его мерить, да, поскольку это далеко за рамками непосредственно обучения лежит, и, с другой стороны, насколько это сложно, да, непростая задача. Хорошо, давайте вот... Владимир, а можно один комментарий по этому поводу все-таки вот еще в одном раз посмотреть? Хорошо, хорошо, да. На системные изменения. Вот с какой стороны, если мы будем смотреть, отталкиваться не от обучения, то есть не идти снизу вверх к системному эффекту, а будем отталкиваться от системного эффекта. А если обучение в нем играет важную роль или доминирующую роль, то мерить на всякое нужно, вот, и связывать нужно. Но если обучение является там пятым фактором или не самым важным, мне кажется, то вот здесь подход, что, собственно говоря, не сильно надо, либо не баловаться, вот эта связка с очень высокими стратегическими целями. Это мой взгляд, вот, сверху вниз. Ну, а мы отмечаем, что для оценки вот еще бы, как бы, сложности есть в том, чтобы выделить, да, эти факторы влияющие, да, давайте вот на этом остановимся, конечно. Конечно. И у нас следующая тема, следующая тема, это, я Алексею передаю, да, оценки потребностей. Да, спасибо, Владимир. И связанная, на самом деле, тема с предыдущей, конечно же, и с тем, что сейчас Анатолий сказал в последнем комментарии. Значит, коллеги, во-первых, я хотел сказать, что оценка потребностей в обучении, и эта область очень здорово проработанная. И если посмотреть, например, на, так, у нас рисунки какие-то на экране, я не знаю, это написано, что Ксения Титова, может быть, мы Ксению Титову и пригласим выйти из конференции, да. Спасибо. Значит, итак, про потребности в обучении. Словосочетание, тренинг нидс, если посмотреть количество ссылок в англоязычном секторе интернета, миллион двести тысяч. То есть это, конечно, очень много, и, конечно, тема на слуху абсолютно. На эту тему написаны книги, это серьезный бизнес, есть специализированные компании, которые продают услуги по оценке потребностей в обучении и разработке, соответственно, обучающих программ для компании и так далее. То есть, и этим занимаются очень квалифицированные, умные, талантливые люди, и поэтому я ни в коем случае не собираюсь ставить под сомнение все их достижения. Но, тем не менее, поскольку клуб и поскольку есть у нас возможность для такой проблематизации, я бы хотел обратить, коллеги, ваше внимание на следующее. Вот недавний форум в Петербурге, и на нем выступление владельца сетей кафе Андерсон. Наверное, многие это выступление слышали. И я хотел вот фрагмент его просто напомнить тем, кто слышал, или рассказать об этом тем, кто не слышал. О чем она сказала? Она говорит, вот созданы многочисленные институты развития малого и среднего бизнеса. Я представитель малого и среднего бизнеса. Они стремятся нас вроде как развивать и учить. Ребята, не надо нас учить. Мы с обучением разберемся сами. А вы лучше те деньги, которые на эти институты тратите, направьте куда-нибудь, чтобы от них больше пользы было. При этом дальше в своем выступлении она говорит, что им на самом деле надо учиться. И она говорит, у кого им надо и чему надо учиться. Например, она говорит, что неплохо бы было, если бы нас учили тому, каким образом обеспечить всяческую безопасность, в том числе пожарную, чтобы мы не горели. Или как работают те, кто питанием занимается, чтобы все было правильно и никто не отравился и так далее. То есть человек, смотрите, о чем говорит. Она говорит, какие-то люди пришли со стороны и пытаются нас учить, видимо, исходя из определенных наших потребностей в обучении. У нас таких потребностей нет. У нас другие потребности. И еще, мне кажется, важным в том, что она сказала. Она сказала, у нас есть определенные потребности, и мы понимаем, что некоторые из них можно с помощью обучения закрыть, и мы сами с этим разберемся. И вот я на это хотел особое внимание коллеги обратить. По большому счету можно поставить под сомнение само словосочетание потребностей в обучении. Смотрите, вы утром проснулись, вам надо взбодриться. И есть несколько вариантов. Можно поставить громко любимую музыку, можно выпить кофе, можно сделать легкую зарядку, можно сделать пробежку 5 километров. Все зависит от того, чем вы занимаетесь и что такое для вас взбодриться. Соответственно, у вас есть потребность, и есть разные способы ее удовлетворения. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим потребность в обучении, мы сразу же соединяем в одной формулировке потребности и то, каким образом мы собираемся их удовлетворить. Мне вот пришлось некоторое время тому назад наблюдать работу одного зарубежного консультанта, который разговаривал с людьми, но ему надо было интервью просто брать, по какому-то он оценку проводил. В каждом интервью, примерно через минуту максимум, он говорил, вам необходимо изучить стратегическое планирование. Каждому человеку, с кем он разговаривал, я не преувеличиваю. Почему он так говорил? Потому что, оказывается, у него был курс по стратегическому планированию. И это вот из серии того анекдота, когда, значит, если у вас есть молоток, все остальное вам кажется гвоздем. То есть умеешь что-то хорошо, и, соответственно, ты везде ищешь, как это вот то, что умеешь, можно применить, и у тебя иллюзия, что это везде поможет. На самом деле, мне кажется, можно развести, и можно говорить отдельно про потребность людей или про потребность организаций, которые они испытывают. Ну, из популярных психологи много занимаются потребностями людей. Вот известная пирамида Маслова, там многим из вас, конечно, хорошо известны. Или организации, которые сталкиваются с определенными сложностями, и в связи с этим у нее возникают определенные потребности. Например, повысить качество обслуживания клиентов. Обучение сотрудников будет одним из средств, соответственно, удовлетворения такой потребности. И чаще всего, вот как Анатолий сказал раньше, обучение не может обеспечить полностью решение вопроса. Чаще всего это частичное удовлетворение возникающих потребностей за счет совершенства незнания, умения, навыков и формирования определенного отношения. Поэтому мой тезис такой, что, может быть, нам нужно, когда мы думаем об оценке потребностей в обучении, отделить потребности от обучения, не включать сразу средства в решение. И поэтому мне кажется важным, чтобы оценка потребностей не рассматривалась как синоним анализа спроса и предложения на определенные услуги. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли какой-то комментарий? Вопросы я подчеркиваю. Я знаю, что Елена Малецкая хотела. Да, я просто, ну, как бы, поскольку мы давно занимаемся как организацией, вроде бы как оценка потребностей в обучении некоммерческих организаций, раньше это было очень такое простое дело. стандартным способом запускалась анкета и предлагались какие-то темы, направления обучения. И понятно, что там всегда была потребность в социальном проектировании, там, как мы пошли по грязни, все равно было налогобложение, там, бухучет. Все это мы быстро собирали, и в свою программу, в некоторое обучение мы именно так и формировали. И действительно, у людей были интересы, люди ходили, все. Последнее время, ну, я бы сказала, что так последние даже лет шесть вообще это не работает. Единственное, что тогда, как бы, потом мы выявили, что нужно обязательно, ну, как бы, разделять, там, условно говоря, продвинутых, непродвинутых, там, начинающих и неначинающих, а потом началась просто какая-то ситуация, люди вообще не могли сформулировать, что им, в принципе, особо нужно. Ну, а последний год он действительно, ну, как бы, вообще показал, что можно вообще делать, как бы, два подхода. Ну, во-первых, пандемию нужно было вот прямо просто реагировать на ситуацию, давать очень конкретные инструменты, которые бы сразу давали определенные навыки, умения, там, ну, в том числе, как пользоваться зумом, там, как, условно говоря, как себя вести в том, в тех же видеоконференциях, там, еще что-нибудь такое, этика или как проводить собрания, как работать на дистанте, вот. Но при этом, вот мы же, работая с некоммерческими организациями, видим, что на самом деле есть большой провал именно действительно со стратегическим, то есть со стратегическим планированием, стратегиями и с управлением. Ну, людям, если мы начнем предлагать, вот, условно говоря, так вот, ну, не просто предлагать, а вернее спрашивать, нужно ли вам это, они нам точно скажут, что им это не нужно. И, честно говоря, сейчас мы в силу своих стратегических целей, мы им просто частично навязываем, и приходят они к нам зачастую, в общем, не очень понимая, чему они будут учить, да, или еще что-нибудь. Это просто как некоторая степень доверия к организации, что эта организация знает, что нам нужно. То есть это вот, ну, такие какие-то интересные наблюдения, и потому что связка вот между, условно говоря, развитием организации и обучением, она очень сильно сейчас проседает, как у некоммерческих организаций, особенно не у тех, которые, ну, как бы, ну, сразу создаются как такие, как организации, которые понимают, когда они должны двигаться. Ну, наверное, так. Марина, что-то? У меня есть тоже короткое добавление, но мне же нужно экран продемонстрировать. Можно я вот в развитии того, что Елена Мальцкая сказала, ну, как бы о сложностях оценки, потребности обучения. Ну, приведу пример одного исследования. Секундочку, сейчас я. Видно мой экран, да? Да, видно. Слайд-шоу сделай. А? Слайд-шоу сделай, чтобы на весь экран был слайд. Да, хорошо. Сейчас я сделаю. Наверное, коллеги, вы знаете про это исследование. Оно было проведено в прошлом году, как раз во время пандемии, да, и там массовой изоляции людей и организаций. Это исследование организовал и поддержал Центр развития филантропии фонда Потанина, а само исследование проводила исследовательская группа Циркон. Очень интересное исследование, касающееся не только потребностей в знании, там один из вопросов есть про потребности в знаниях у некоммерческих организаций, оно вообще как бы про управление знаниями, там ряд вопросов и ряд задач. Но одна из задач, вот, потребности в обучении НКО. И вот есть слайд в презентации, где представлены ответы на вопросы. У меня частично, потому что очень мелкий шрифт, я частично только показываю. Вопрос был такой, как я понимаю, какие знания для НКО наиболее важны. И здесь вот вы видите, ну, очень много, ну, в топе, вот здесь законодательство, государственная политика, правовые нормы в области НКО, работа с целевыми аудиториями и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть список, если вы видите, да, приоритетов таких. А у меня вопрос. Вот, означает ли это, что, да, я сразу хочу сказать, что задача была очень сложная у Циркона. Они ориентировались не на одну организацию, не на одного человека, там, или даже не на группу организаций, ну, со сходной тематикой работы. Они ориентировались на весь сектор НКО. Вот так ставилось. Слевая группа, весь сектор. Исследование. И вот у меня вопрос. Если мы задаем вопрос, какие знания для НКО наиболее важные, означает ли это, что ответом будет, там, руководители организации, это потребности в знаниях НКО. И это вот к вопросу о том, как оценивать потребности, какие вопросы задавать, как строить исследование о оценке потребностей. Ну, я могу сказать, у нас времени немного, да, тут, в общем, он достаточно простой ответ. Вот мне кажется, что, если представить человека, руководителя НКО, которого спрашивают, и он считает, что важно, вот на первом месте законодательство к стратной политике. Это не значит, что это потребность. Это значит, его представление о важности, но это не значит, что его организация, например, или он сам нуждается в этом знании. Может быть, они наоборот, очень, у них есть огромный опыт в использовании, да, вот, в работе с юридическими знаниями, они хорошо этим управляют, и поэтому именно они считают, что это важно, да. То есть, скорее, эти вопросы отражают опыт руководителя организации, его представление о значимости, да, но не конкретные потребности. И вот в этом смысле, когда мы говорим, вот, анализ потребностей и анализ спроса, здесь очень много каких-то ловушек, с моей точки зрения, бывает, при том, когда мы пытаемся выяснить, например, какое обучение было бы полезным, да, для НКО. Ну, и вот здесь в комментариях есть, что еще, например, есть запрос на мониторинг и оценку, что приятно, конечно, организаторам клуба про оценку, но вот я тоже хочу сказать, что часто бывает, вот эта правда, ловушка такая, это действительно потребность в знаниях и новых навыков, или это мода на какую-то тему, или иногда это на самом деле потребность в чем-то совсем другом, просто такой очень практический пример, мы недавно проводили очередной семинар в рамках нашего так называемого курса ШКАФ, Школа актуального фандрайзинга, и после первого дня вот обучающего семинара мы задали вопрос участникам, почему у вас, ну, такой уровень агрессии в группе был такой высокий по отношению к ведущим, и мы спросили, а что вот заставляет так нервничать, когда вот особенно задания какие-то практически даются, и на второй день обучения мы сказали, что после ночи размышлений пришли к выводу, что все это раздражает, потому что приехали не за знаниями, а за списком лиц, которые можно сходить за деньгами, и волшебной палочкой, которую можно в этот список вткнуть и оттуда посыплются. Вот, что теперь, ну, на самом деле произошло осознание, что, в общем-то, знания-то в принципе есть, ну, может, их надо там что-то подсовершенствовать, но вообще ожидание было совсем про другое, хотя казалось, что ждем новых знаний. Вот здесь, мне кажется, что такая тоже, правда, ловушка, про которую надо думать и думать, каким образом ее обойти, чтобы действительно получить, а в чем же реально существуют потребности, иначе мы выкатываем обучающую программу, на нее приходят, а после этого ничего не случается. Коллеги, у нас в чате, ну, там, я бы сказал, больше комментариев, там Елена Журавлева просила короткий комментарий дать, остальные, вообще, чат очень интересно тоже читать параллельно, там вот, как бы, откликается эта тема очень сильно. Не знаю, можно перед Еленой я откликнусь, Владимир? Вот Ольга Титкова, Ольга Титкова написала, что важность определенных знаний совершенно не означает наша потребность в обучении, да, и я вот в развитии этого хотел, Ольга, вот если посмотреть книжки по тому зарубежной, как проводить анализ, оценку потребностей в обучении, то там говорят так, вот надо оценить знания, которые есть на данный момент у человека, знания, которыми этот человек должен обладать, и поняв, где разрыв, отсюда вот с разрывом связана потребность в обучении. Но здесь сразу возникает вопрос, а кто знает про то, какими знаниями он должен обладать? Ну ладно, худо-бедно, например, текущие знания я смогу, а кто знает про то, какими он должен обладать? Я же могу этого не знать, и как вы справедливы, вот многие сказали, конечно, мне могут предложить пройти обучение, совсем не потому, что у меня есть потребность в этом, а потому, что кто-то понимает, что мне нужно обладать определенными знаниями, и тут вопрос вот про этого кого-то, который за кадром на самом деле. Спасибо. Елена, краткий комментарий, вы готовы? Журавлева. Да, да, спасибо. Я просто хотела добавить, что вот если провести аналогию с обучением учителей и вообще с обучением на самом деле детей, то вот это очень нетривиальный момент, чтобы тот, кто запрашивает обучение, правда понимал, какую потребность он хочет закрыть. Я вот абсолютно согласна, что возникает сначала некая потребность, а потом мы ищем способ ее удовлетворить. Один из способов частично позволяет ее закрыть обучение, но жизнь так устроена, что тот, кто собирается даже как бы готов учиться и рассматривает варианты, по большому счетку редко когда осознает свою потребность, которую он закрывает. Это тоже большая работа, и вот здесь часто нестыковка. Например, в обучении учителей просто вот это тотально присутствует. То есть я понимаю, что, например, курс для педагогов он устроен таким образом. То есть ты сначала предлагаешь то, как это звучит в голове учителя, ну там, например, чтобы дети не носились по классу и не орали. Например, чтобы была нормальная дисциплина. Им кажется искренне, что они этому научатся и все будет отлично. И получается, что создавая курс откликаешься на тот их запрос, который у них звучит, и участвует эксперт, который понимает, расшифровывает, дешифрует, какая потребность их звучит, из опыта. И да, получается, что предлагая обучение, в рамках обучения происходит прояснение истинной потребности. И, ну вот, мне кажется, что из НКО похожая история. то есть получается, что обучающие программы, особенно в сферах, где конечный получатель этого обучения тоже взаимодействует с людьми, это сложные сферы. Вот получается, что мы все время находимся вот в этом разрыве. Мы не можем с одной стороны, мы... У нас все время гипотеза, что им нужно, какое обучение на самом деле не нужно, потому что помимо самих там предложенных знаний, а часто это не только знания, а еще и влияние на какие-то установки, но еще и экспертное мнение, которое, ну, как гипотеза предлагается, какая потребность может быть закрыта. Вот, собственно, я это хотел добавить. А, Елена, спасибо. Ну, у нас как бы заканчивается этот тайм, да. Я бы хотел итог подвести насчет сложности, да, оценки с потребностями обучения. Но вот вспоминая вот это, еще раз возвращаясь к исследованию, о котором я говорил, там есть еще очень-очень интересный факт, когда, ну, делается вывод о том, не буду говорить как бы уже основываясь на фактах, но интересный факт относительно того, что для многих сотрудников НКО в нашей стране есть большая потребность в том, чтобы кто-то им помогал, ну, то есть, по сути дела, в консультировании, а не в обучении, то есть, в решении реальных проблем. И я вот как бы останавливаюсь на этом, парадоксальную вещь выскажу, что иногда изучение потребностей к обучению может привести к тому, что на самом деле потребностей в обучении нет, а есть какие-то реальные задачи. И тут большой вопрос, может ли обучение стать таким средством? Исходя из того исследования, которое я упоминал, там вообще-то есть запрос большой на решение реальных проблем. И не очень понятно, каким образом обучение может здесь строиться. Ну вот, пожалуй, на этом я хотел завершить эту фазу. И я передаю опять слово для такого следующего вбрасывания тематического Алексея Кузьмина. Спасибо. Коллеги, мне кажется, ну, поскольку мы экспериментируем, то вот одна вещь, которую мы не обсуждали, может быть, комментарии, которые появляются, и мы не успеваем их все озвучить, они представляют ценность. И, может быть, мы в материалах этого вебинара разместим также и комментарии, правда? Это же технически можно сделать. Да, мы чат тоже сохраняем, поэтому комментарии все тоже будут разослоны. Очень много интересных. Я вот сейчас глубоко задумался над комментарием Юлии Богдановой и понял, что я не имею времени вот это сейчас обсуждать, к сожалению. Так, следующий вопрос, который мне был поручен озвучить. Почему так популярна четырехуровневая модель оценки обучения, предложенная Дональдом Кирк Патриком? И, конечно, давайте мы начнем с того, что мы эту модель кратко представим. Это очень интересное вообще явление. Человек в конце 50-х годов предложил модель, которая стала абсолютно такой, канонической, ее используют все до сих пор, и очень трудно улучшить. Какое-то вот такое озарение нашло на Дональда Кирк Патрика. Значит, в чем заключается модель? Он, конечно, писал в первую очередь про корпоративное обучение, оценку тренинга в первую очередь, но сегодня и шире это используют. Значит, Кирк Патрик сказал, что оценка обучения может проводиться на нескольких уровнях. Четыре уровня он предложил. Первый уровень непосредственной реакции участников на обучение. То есть, насколько понравилось, довольны, недовольны. И, кстати, обратите внимание, вот в реакции, когда люди говорят, что они думают, что эти знания им пригодятся, то это тоже реакция, потому что это просто вот сейчас эмоционально вот мне так кажется и это еще, конечно, нереальная жизнь. Следующий уровень оценки это насколько участники усвоили знания, навыки, сформировали там отношения по определенным вопросам и так далее. Что изменилось, насколько эти изменения значительные. то есть, это второй уровень. Мы уже здесь не реакция, а то, что произошло у участников вот с точки зрения освоения материала. Следующий уровень это поведение участников за пределами учебного процесса. То есть, другими словами, как они применяют то, что они узнали, то, что у них изменилось на практике и на рабочем месте произошло какое-то изменение поведения или нет. И, наконец, следующий уровень это результаты. Иногда это переводится и термин используется как системные изменения. То есть, конечный итог-то, вот, когда участников обучили, на организацию это имеет влияние или нет. Как я говорил, это применительно, в первую очередь, корпоративному обучению была разработана модель. Вот такая модель Кирпатрика. и она безумно, конечно, популярна, это самая цитируемая, абсолютно точно. И почему вот она так популярна и почему ее так трудно улучшить? Мне кажется, в первую очередь, потому, что она обобщенной модели обучения абсолютно соответствует. То есть, мы говорим, что мы оцениваем по разным уровням, вот мы, есть теория изменения определенная в нашей, в нашей проекте обучающем, и мы меняем знания, они приводят к успешной практике, они приводят к устойчивому системному эффекту. И, соответственно, Кирпатрик так и сказал, ребят, ну вот давайте мерить по этим уровням. И поэтому, как бы, то, что он предложил, соответствует универсальной модели любого обучения, ну, если говорить о корпоративном, скажем. Значит, два комментария, если говорить о проблематизации, мы сейчас перейдем как раз к обсуждению этой модели. Первый комментарий такой. В модели Кирпатрик, он вообще ни словом не обмогался о том, что это каким-то образом связано с теорией изменений. И правильно сделал, потому что на самом деле уровень один реакция и уровень два усвоение, между ними прямой причинно-следственной связи, как мы привыкли видеть в теориях изменений, нет. Другими словами, участники усвоят знания, если у них будет положительная реакция на учебный процесс, это неправильное утверждение, и это не заложено в модели. Можно сказать, что реакция и усвоение знаний это на одном уровне, это непосредственные результаты обучения. Одно дело эмоциональная реакция, другое дело непосредственный результат, как изменили знания. И, наверное, между ними можно говорить о какой-то связи. Например, если понравилось, вообще процесс понравился, то может и знание лучше усваиваться. И наоборот, если знание новое получил, то и вроде как доволен процессом. Но причинно-следственные связи, как мы делаем вот в цепочке результатов, тут нет. Реакция и усвоение по сути на одном уровне. И второй момент, о котором, в общем-то, и Кирпатрик говорит, и очень многие люди тоже говорят, и сегодня вот Анатолий об этом сказал Заболотный, оценка на уровне поведения и на уровне результатов проводится достаточно редко, очень даже редко. И, конечно, она зависит в первую очередь от того, насколько существенен фактор обучения в том, чтобы изменить поведение людей и добиться улучшения работы организации. По большей части оценка не является самым таким мощным фактором, масса других факторов действует, и поэтому выделить влияние обучения на поведение на фоне других факторов бывает крайне сложно. Я уже не говорю о системных изменениях в организации. Поэтому теоретически абсолютно, но практически это довольно вещи экзотические, особенно на уровне системного эффекта. Спасибо. Алексей, у меня вопрос. Эта модель, конечно, широко обсуждается, например, в том пространстве, в котором живут службы персонала, бизнеса, потому что, по сути, они отвечают за обучение. И очень часто там звучит мнение такое, что это метод оценки. Вот эта модель, там еще как бы приводится, есть еще модели, которые развивали эти идеи, но не будем про это сегодня говорить, но вот это метод обучения. Метод оценки. Да, метод оценки. Извините, метод оценки. И у меня вопрос, метод ли это оценки, да, и, ну, вот, как эту модель можно использовать при проведении оценки обучения? Как она влияет на реальный процесс оценки? Нет, я не думаю, что это метод оценки, и я думаю, что это можно отнести к методологии оценки, то есть, некое общее положение, на базе которых мы можем дизайн оценки делать. Но это, конечно, не метод оценки, она может помочь, ну, например, когда мы, вот это, если мы принимаем эту модель, то мы можем очень четко понять, что именно мы оцениваем, на каком уровне мы находимся, как сфокусировать оценку, как сформулировать вопросы, задания на проведение оценки. Вот, поэтому это часть методологии оценки, но не метод. Так мне кажется. То есть, по крайней мере, например, на этапе постановки задачи на оценку обучения, да, разобраться именно на каком, что, на каком уровне мы будем это делать, да, какой уровень рассматривать. Конечно, и люди, которые знают про эту модель, они же могут как разговаривать. Сегодня нас интересует Кирк Патрик уровень 2. Все, спасибо, за совещание закончено. То есть, уже все знают, что дальше делать. Хорошо. Уважаемые коллеги, у нас есть пара минут на вопросы и еще комментарии дополнительные, пожалуйста, прежде чем мы к следующей теме. Елена Журавлева здесь говорит, мы используем вместо термина усвоение, присвоение специалистами идей, подходов и техник. Просто у нас буквально два дня назад был интересный опыт, мы как раз тоже обсуждали по поводу того, что на предприятии был представитель как раз отдела равна труда. И вот она там говорит, что реакция вообще всегда плохая на таком обучении. Люди с этим проверяют свои материалы и они меняют поведение своего. Но она чаще всего все равно тоже говорит, что это связано не с обучением, а с системой наказаний и штрафов. И поэтому в этом смысле они, наверное, применяют эту четырехуровневую модель. даже оценки, но в общем результаты они сами реальны, как практики, они реально понимают, что это не только обучение повлияло на то, что участники изменяют свое поведение на рабочих местах, особенно которые связаны с сложными производственными технологическими процессами. Лен, конечно, потому что если мы говорим про организации, то как изменят люди поведение, если только у них знания изменились, это же недостаточно. Чаще всего нужна система мотивации, и она в первую очередь работает, чтобы люди поведение изменили. И плюс условия надо создать, чтобы они могли изменить свое поведение. Ну, например, мы можем, вот у нас был опыт, тоже говорили, вот офтальмологи, допустим, на приеме сидит человек, и, значит, если вот опросить его посетителей, да, они говорят, да он с нами практически не разговаривал, и, значит, давайте сейчас побежим его учить, как качественно обслуживать клиентов. А у него в коридоре 50 человек в день сидит, как он может с каждым поговорить по душам? Поэтому и условия нужны еще, и мотивация нужна в организации. Спасибо. Ну, и мне кажется, что вот эта модель, она, понимание этой модели очень важна, опять же, для многих некоммерческих организаций, которые планируют в своей деятельности обучающие различные мероприятия, особенно связанные с интерактивом. С одной стороны, у нас сейчас очень высокий запрос на то, что на организации говорят, хватит нам знания в чистом виде передавать, дайте нам навыки. И поэтому популярные разного рода тренинговые программы с интерактивом, вот, и очень часто они вызывают как раз реакцию очень положительную. Типа, как вам было? Да прекрасное было обучение, насмеялись вдоволь, наигрались, энергетика повысилась, значит, вот там все. Но по факту, например, организация провела оценку проведенного тренинга, вот, получила это, ура, ура, спасибо, все было классно, нам было весело, но абсолютно не проверяет, насколько все-таки усвоены те знания, которые пытались передать, или там получены те навыки, которые пытались сформировать, и уж реже всего, когда в эту программу зашиты какие-то домашние задания, в которых можно было бы проверить, и вообще поведение на рабочем месте у того, кто учился, как-то изменилось, что-то он применил из того, что так весело было на самом тренинге проиграно в игрушках. Мне кажется, что вот здесь стоит в том числе на это обращать внимание. Я знаю одну организацию, которая очень много училась с интерактивными методами, сама учат при этом работать, вообще не умеет. Ну, у нас, уважаемые коллеги, заканчивается время комментариев, но у меня все-таки один вопрос важный, вот то, что Марина подняла, я как бы по-другому немножко Марина Михайловна, о чем она сказала. Я к Алексею вопрос. А где вот в этом... ...попал куда-то? Да, пока звук исчез. Да, но вот здесь есть интересный комментарий. Меня интересует тема магического мышления, когда есть миф, что можно научить чему угодно, кого угодно и условно дешево и позитивно. Нет, а там дальше есть, что внешний человек может это сделать внутри организации. Это вообще чудесно, конечно. Да, 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 да. Замечательно. Володя, вопрос. Володя Висин. Владимир Випов. Вот то, что для Журавлевой было, когда термин усвоение, он заменяется на термин присвоение, и мне кажется, здесь такая очень глубокая вещь. Я знаю, что система обучения, по большому счету, в принципе, как бы делает ценностные установки или установки, которые важны для этой профессии, которых могло не быть, и они появляются. И мне кажется, что в модели Кирк Патрика этого на самом деле нет, ценностных установок, но это, может быть, и не делается с помощью обучающих программ, а это такой более комплексный подход. То, что часто делают университеты, кстати говоря, и высшее образование. Но вот у Елены это как раз здесь проглядывается, что когда специалисты, они просто меняют, у них становятся другие идеи, другие подходы, это становится, в результате практики, это становится профессиональной сущностью. Это, наверное, тема, если говорить про школу, например, то это разница между обучением и воспитанием из этой серии, да? Да, соглашусь, но я просто замечал, что, скажем, высшее образование часто делает, выполняет эту функцию, хотя даже никогда не декларирует. Если вы посмотрите на строителей, например, то вы увидите, что у них просто есть такие качества, которые как бы не присущи другим, и это ценностные установки. Конечно. Уважаемые коллеги, я вернулся просто. Аккуратно. Рады тебя видеть. Я вижу, вы без меня как бы чуть-чуть углубились в эту тему, это очень интересно. Ну, давайте мы двинемся дальше. да. Можно я еще? Нет, знаете, что пугает в этой истории? Сейчас просто очень много всякого разного обучения в рамках гранта, разных грантов. И как раз вот есть тенденция такая, что понятно, получателю нужно обучить, выполнить свой показатель, и в это обучение собираются как мотивированные, так и немотивированные. И вот здесь конечно как раз для отчетов грантодателю, что да, все замечательно, все прошло, но вот какой результат он уже не отслеживается, и поэтому вообще с точки зрения сейчас на сам весь процесс обучения для НКО есть очень много неоднозначного мнения, и в том числе, что обучаем, вот обучение идет лишь бы для обучения, и поэтому все участники, которые приглашаются, иногда приходят очень часто просто потому, что их пригласили, и вот здесь об оценке потребностей в обучении, уж тем более об эффекте вообще очень сложно говорить, и поэтому тоже это вот такой для меня сейчас вопрос, который я не знаю, как к нему подойти, ну вот это просто как такая ремарка такой мысли. Может быть надо добавлять оценку потребностей в обучении, оценкой мотивации к обучению в рамках этих потребностей, то есть делать какой-то сложный более схем. Уважаемые коллеги, очень интересная тема и разговор такой о модели, я бы еще добавил вот для меня вопрос, например, неявное знание, есть такое понятие неявное знание, которое очень важно для подготовки профессионалов и укладывается ли это в модель Кирпатрика, но давайте двинемся дальше, у нас время подходит к концу, сейчас у меня будет короткое выступление, то есть, ну, мне кажется, мы сейчас обсуждали такие вопросы, как бы, подготовки к обучению, оценка потребностей и там постановки задач и о том, как в рамках модели Кирпатрика можно по-разному, на разные вещи обращать внимание, я бы хотел такое короткое выступление сделать по поводу методов, методов, собственно, оценки уже обучения, ну, в первую очередь, методов сбора информации. Я сейчас включу демонстрацию своего экрана, теперь, наверное, есть, да? Видно, да, уважаемые коллеги? Да, все хорошо. Хорошо. Ну, вот смотрите, если говорить о методах сбора информации, о методах оценки, то, ну, как известно, да, фактически существует четыре основных метода сбора информации. это анкетирование, мы, я не буду говорить о различных конфигурациях, да, и о различных типах анкетирования, да, но анкетирование как базовый метод сбора информации есть и присутствует. Есть интервью, да, есть наблюдение непосредственно, есть анализ документации. Если мы возьмем модель Кирпатрика, вот уровни, да, оценки, уровни оценки обучения, то встает вопрос, а на каком уровне, да, если мы хотим оценить реакции или мы хотим оценить применение знаний и навыков, можно ли говорить о каком-то приоритете каких-либо методов сбора информации? Вообще, известно, что, ну, чаще всего, конечно, и вы, безусловно, мой ответ совпадет с вашим, что наиболее частый метод сбора информации при оценке обучения это анкетирование. Вот. Ну, в силу того, что он очень удобен, в силу того, что, например, можно активно использовать сейчас онлайновые формы, да, то есть уже бумага, наверное, используется реже всего и так далее, и так далее, и так далее. Но я же задал вопрос о целесообразности, да, об адекватности. И, например, если мы говорим, вот, то, о чем Марина говорила, да, вот, как бы, процесс, да, если мы оцениваем процесс обучения, насколько он, как бы, адекватен, например, задачи, да, то, наверное, да, можно собирать мнение участников, но иногда лучшим методом просто присутствия на этом семинаре, да, и проведение какого-то структурированного наблюдения, да, которое поможет нам, ну, мне кажется, точнее иногда ответить на эти вопросы. и получается так, что речь о выборе методов, она основывается не на том, какой уровень обучения мы пытаемся освоить, а скорее всего о том, какую задачу мы при этом хотим решить, да, и в этом смысле выбор методов очень связан с постановкой задачи на оценку обучения, по моему мнению. Следующий слайд. Если мы говорим о сборе информации, да, речь идет не только о выборе методов, но и о том, на чем фокусируется метод. Вот очень часто, когда мы говорим о реакции участников, да, ну, Алексей вот два слова уже об этом сказал, что можно оценивать просто эмоции, и самый простой вопрос, ну, там, удовлетворенность участников, это такой конструкт, очень включающий все многое, да, но это как бы общая оценка такая, да, вот человеку понравился или нет, да, полезный семинар был или нет, но ведь можно задавать гораздо более точные вопросы, например, кроме эмоций, а в какой мере это было новым, да, для участников, мне кажется, тоже важно. Или, например, вот если мы говорим о формировании отношения какого-то, да, к предмету, к предмету, ну, например, вот то, что было на семинаре, я принял или я отверг, да, не то, что мне понравилось, не понравилось, но сама там, сама, сами знания, которые были, принимаются мной или отвергаются, ну, вот с моей точки зрения, это все-таки реакции, да, еще сиюминутные, и мы уже видели, что даже негативные отношения на самом деле может потом превратиться в то, что навык будет усвоен, да, это как вот с такими обязательными видами техника безопасности и так далее, не всегда приятно, но это важно. Также и по поводу оценки на других уровнях, да, ну, конечно, вот получение знаний и навыков, например, если мы говорим об оценке на этом уровне, наверное, это более стандартизированная вещь, да, здесь, например, как один из типов анкет, часто могут использоваться тесты, да, как более стандартизированный способ проверки знаний участников, да, вот, но я бы опять вернулся и обратил внимание на вот этот последний уровень, системные изменения, очень часто, ну, делают такой простой ход, что-то изменилось в системе после обучения, значит, мы принимаем это как результат обучения, да, и модель Кирпатрика часто дополняется, или есть попытки дополнить, например, оценкой такого денежного прироста, да, организации, насколько она стала, насколько она стала больше зарабатываться после обучения, но дело в том, что, когда мы говорим о фокусировке, сначала нужно доказывать причинно-следственную связь между обучением и вот этим повышением, простым эффектом, который, может быть, внешне наблюдаем, ну, пожалуй, у меня все, уважаемые коллеги, вот, Володя, я продолжу тогда, я готов, я к последнему, к последнему хотел сказать, экраном можно не делиться, да, я основлю, основлю, к последнему хотел сказать, что, конечно, вот это часто бывает, используется, о чем Володя сказал, что хронология событий рассматривается как свидетельство причинно-следственной связи между ними, на самом деле хронология не является в общем случае свидетельством причинно-следственной связи, я вот о чем хотел сказать, насчет использования анкет, просто вот из практики, какие здесь могут быть проблемы, и какие есть ограничения, мне пришлось на протяжении нескольких лет в одном и том же центре проводить семинар, там, пятидневный семинар по оценке, и с какого-то момента в этом центре была принята политика, что необходимо анкетировать участников до и после для того, чтобы сравнить их знания в данном предмете до семинара и после семинара, теперь смотрите, да, и по результатам анкетирования они выносят суждения о том, насколько хорошо преподаватель работает, то есть если знания меняются, то значит молодец, значит я все это понимаю, я преподаватель, да, я заинтересован, чтобы вы хорошо оценили, значит, что я должен сделать в этом случае, очень просто, я должен в анкету включить такие вещи, которые средний житель Земли не должен знать про оценку, ну, например, четыре уровня Кирпатрика, вот я должен включить вопрос, сколько уровней в системе оценки Кирпатрика, и до семинара они не должны этого знать, и все скажут неправильно, а после семинара, конечно, они будут знать, более того, я в конце семинара могу сказать, сейчас мы подводим итоги, и перечислить правильные ответы по всем основным моментам, и тогда анкета будет вообще блестящей, поэтому, конечно, когда мы начинаем вот такие вещи использовать, мы должны понимать их ограниченности, возможности наших, вот при контроле знаний таким способом, и если уж мы хотим серьезные инструменты делать, то вообще это требует особых усилий, и достаточной квалификации, спасибо. Уважаемые коллеги, еще комментарии, вопросы? Все пошли анкету делать правильную, предстоящим мероприятиям обучающим. Хорошо. Хорошо, раз эта тема так, ну, вроде бы понятна, и комментариев нет. Она, мне кажется, понятна ровно до момента, когда мы начинаем инструментарий делать. Да, вот, так все понятно, конечно, что тут обсуждать-то. Сейчас вот, а вот как только тебе нужно составить, вот тот самый, да, подобрать тот инструментарий, который тебе позволит собрать нужную информацию, чтобы сделать нужные выводы, вот тут сразу вопросы возникают, только не знаешь, в какую сторону бежать с этими вопросами. Мне кажется, что такая вот тема, которая при всей ее очевидности первоначально, на самом деле, очень серьезна с точки зрения инструментов. Мы вот тут тоже обсуждали, что тоже один из инструментов хорошей фотографии с мероприятия. Да, и это анализ документации. Ты веселые, сидят прямо, сосредоточенно работают. Что делают при этом, не очень понятно, но заняты же делают. И много всех. И много их. Сколько надо, да. Но с другой стороны, я вот еще раз хочу вернуться, что иногда переход вот к конкретному там списку вопросов для интервью, если мы такой метод выбрали, или там список вопросов, анкеты, или, например, какие-то точки, которые надо наблюдать, да, если есть задача посмотреть, как проходит семинар. Ну, конечно, вот это вот представление о фокусировке, оно очень, ну, помогает, да, сделать. То есть, задавая этот вопрос, ты про что спрашиваешь, про эмоции, да, или про то, что человек думает о практичности, да, этих знаний, о возможности их применения, да, и это такая вроде бы естественная вещь, да, вот, но тогда это разные вопросы будут, безусловно, да. Хорошо, спасибо. У нас, мы так плавно подходим к заключению, у нас следующее, последнее такое на сегодняшний момент, на сегодняшний день содержательное убрасывание, Алексей Кузьмин его проведет, и у нас останется время еще на дискуссию такую, когда мы, ну, так, включим широко микрофон, скажем так, и предоставим возможности что-то прокомментировать, и задать вопросы устно. Пожалуйста. Вопрос, нужны ли для проведения оценки обучения особые компетенции? Ну, особые по сравнению с теми компетенциями, которые нужны для проведения оценки вообще. И здесь, наверное, вот, я бы предложил такой тезис для обсуждения, что, на мой взгляд, надо исходить из того, как поставлена задача на проведение оценки. Потому что, есть ли в задании, например, вопрос такой, в какой мере участники остались довольны обучением? Мы можем сказать, что для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, тот, кто проводит оценку, должен обладать какими-то навыками, базовыми составления анкет, и, наверное, специальных каких-то компетенций, относящихся именно к оценке обучения, для ответа на такой вопрос и не нужно. Теперь другой вопрос. Насколько улучшились знания участников обучения? Здесь совершенно очевидно, что, если мы собираемся использовать анкетирование, то, конечно, надо в предметной области разбираться, потому что, если я, проводя оценку, ну, будучи внешним консультантом, проводя оценку обучения, не разбираясь в предметной области, я не смогу инструмент сделать для определения знаний участников. Поэтому здесь два варианта. Либо надо быть специалистом в предметной области и в оценке, либо привлечь эксперта из предметной области для составления инструмента для оценки знаний. То есть, здесь сочетаются компетенции экспертизы в предметной области и экспертиза в проведении оценки. И, наконец, вот еще один вопрос. Насколько правильно ведущий использовал ролевые игры в процессе обучения? В каком случае такой вопрос может возникнуть? Ну, к примеру, мы проводили тренинг для тренеров. Одним из компонентов, одним из элементов этого тренинга было обучение тому, каким образом разрабатывать и проводить ролевые игры в процессе обучения. Соответственно, если мы хотим провести оценку того, насколько участники действительно освоили этот подход, то мы должны, конечно, на такой вопрос ответить. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, конечно, нужно, как вот Владимир раньше говорил, не про анкетирование думать, а про наблюдение надо думать. То есть, надо находиться на семинаре в роли наблюдателя, тому, кто проводит оценку, наблюдать за тем, как проходит вот эта ролевая игра, и при этом надо понимать, на что смотреть. То есть, надо знать теорию, которая за этим стоит, и надо знать практику, как правильно надо проводить ролевую игру. И только в таком случае человек сможет ответить на этот вопрос. Поэтому резюме такое. Компетенции для проведения оценки обучения особо могут потребоваться в зависимости от того, как ставится задача, на какие вопросы в результате оценки необходимо дать ответ. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы, комментарии. Вы можете уже включать микрофоны. Мы плавно переходим, сначала, может быть, вот проект, небольшой кусок, о котором Алексей сказал, но вообще-то уже мы переходим, плавно входим в режим такого общего обсуждения. Если есть какие-то вопросы или комментарии по предыдущим темам, пожалуйста. У нас есть вопрос по тому, есть ли у кого-то опыт оценки отложенного эффекта обучения от Елены даже Ворлевой. По-моему, все-таки примерные какие-то были вещи, делали ВИЧ или спецсервисные организации. Можно спросить у Дениса Комалдинова в гуманитарном проекте. по поводу того, что они по-моему делали оценку отложенных эффектов программы. Там, правда, не только обучение было, по-моему, а именно программы Денис. Но можно посмотреть, и у них, по-моему, эта оценка была в ДОС. Это по поводу того, что Лена спросила. Может быть, Леша с Володей знаем. Лен, можно я дав давно уже, когда была программа ЮНФПА, было такое обучение для женских сообществ по стратегии создания ассоциации женщин с... Уважаемые коллеги, извините. Да, и там была оценка. Просто кто-то включил микрофон в комнате, где говорят очень много народа. Это у Наташи включен микрофон, и рядом кто-то разговаривает. Прошу. Да, потому что у всех остальных выключены. И Наташа и свой выключила. И теперь никто не разговаривает. Ну, вот был пример оценки, когда обучение вот этой стратегии вошло потом уже в оценку вообще о деятельности организации свич, и там этот был компонент. Просто я сама участвовала в этой оценке и знаю, что обучение оценивали. У нас тоже такой опыт был. Я подробнее не стану сейчас углубляться, но в принципе было. Пишите. Уважаемые коллеги, вот у Ольги Титовой тоже комментарий такой, мне кажется, очень непростой. Она пишет о том, что действительно вроде бы есть запрос реальный, и организации говорят о трудности, но фактически запрос ли это на обучение или запрос это на консультирование? такое, на реальное решение проблем, на сопровождение? Мне кажется, это тоже такая непростая задача разделить и к вопросу о мотивации к обучению, и к вопросу о возможности вообще. Возможности, например, понятно, что в силу недостатков ресурсов, сопровождение и консультирование НКО это сложная задача. Это же такая профессиональная работа должна быть. Вроде бы обучение представляется таким палочкой волшебной в том смысле, что мы можем многих собрать с таким запросом и чему-то их научить. Но мне кажется, это непростая задача. И тут как-то очень все вместе сливается. И мотивация людей, и желание решить проблемы, и готовность к обучению, и потребность ли это в обучении, потребность ли это в консультировании. Я бы здесь добавил, что на самом деле конечно обучение и консультирование в чем-то похоже, но консультирование требует каких-то особых компетенций. И по умолчанию хороший преподаватель совсем не обязательно хороший консультант. У нас Вера Решта готова поделиться наблюдением. Да, Ирина, пожалуйста. Ну, у меня, пожалуй, к предыдущему комментарию тоже комментарий. Мы его иногда приводим на наших семинарах «Случаи из жизни». Мы оценивали небольшой проект, в рамках которого женщин в тяжелой жизненной ситуации учили развивать социальное предпринимательство и как из своего хобби сделать что-то монетизируемое, ну, соответственно, вложив некоторые ресурсы. И по итогам через, по-моему, ну, условно, там несколько было обучающихся групп, через год-два после обучения мы оценивали, сколько из этих женщин смогли запустить социальный бизнес. Ну, или хоть какой-то бизнес. У нас получилось, что, ну, немного смогли. И вот тогда мы поняли, что это такая вот… Очень четко нужно смотреть, что мы хотели получить и что было вот выше на уровне видения. Если что мы хотели получить, это максимум запущенных бизнесов, это одно. А если мы смотрим на более высокий уровень результатов и мы хотим обеспечить устойчивость семьи, то то, что многие женщины, как потом мы докопались уже в вопросах, не запустили бизнес, мы спрашивали, почему? Они говорят, да мы же поняли, что мы возьмем кредит, мы должны будем уволиться пусть с махонькой, но с зарплатной работы. И мы поняли, что гораздо больше рисков, и мы молодцы, что мы не запустили социальное предпринимательство. То есть, вот тут нужно четко очень смотреть на тот уровень результатов, который мы должны увидеть, а не только на непосредственный. Это продолжительный эффект было. И какими средствами мы их достигаем, да, Ирина? Потому что льготное микрокредитование в этом случае намного лучше работает, если я хочу, чтобы максимальное число бизнесов запустили, чем какое-нибудь обучение, да? Да. Ну, вот здесь как раз комментарий, что здесь еще сталкиваются вопросы ожидания заказчиков от обучающих программ. Иногда это идет прям сильно в разрез с реальными, возможными, положительными результатами для тех, кого мы учим. Когда заказчику надо, чтобы результатом были бизнесы, по факту, вот как Ирина говорит, что для устойчивости семьи лучше было этому вообще даже не начинать. Ну, или вот у меня еще такой комментарий, вот Леша очень любит, когда проводит оценку, сделать такое просвещение частичное или фактически дать новые какие-то знания и ставление и заказчику и, может быть, тем, кто будет потребителем этой оценки по поводу того, что такое оценка, какие методы могут использоваться и там еще что-то такое. Вот иногда заказчику обучения вот тоже очень полезно давать некоторые такие представления, к чему ведет система обучения и вот в частности мы буквально там офисом столкнулись с этими темами там вчера и позапозавчера именно с тем, что наше обучение для других фактически являлось некоторым просвещением и новыми знаниями для самого заказчика обучения. Это такой довольно интересный опыт. И они, кстати, не всегда готовы. Спасибо. Ну, есть комментарии от Юлии Богдановой еще, что по поводу того, что устойчивость семей как ценности была бы интересна заказчикам тренинга по соцпредпринимательству. Это вопрос, по сути, Ирина. Как вы думаете, им интересно было бы? Да, это к Ирине. Ну, я же не могу говорить, что было на самом деле в этой ситуации подлинно. Но в моем представлении заказчик не думал о верхнем уровне, когда ставил даже задачу. И когда это выявилось в процессе рекомендаций, то есть в конце оценки были не только выводы, но и рекомендации, и мы высказали, что рекомендация вообще думать на более высоком уровне, наверное, в этом был результат для нас тоже важный. Ну, у меня в связи с этим тоже вопрос, не вопрос, вернее, комментарий вот насчет там ценности семей, да, но мне кажется иногда мы можем сталкиваться с какими-то неожиданными эффектами обучения тоже, и вот эта вот вещь важная на каком-то уровне, ну, то есть, ну, это как в сталкере, да, он пошел в эту комнату, потому что брат болел, а пришел, а брат умер, а он стал богатым, вот, но это тоже иногда сложность представляет, да, мы можем очень хорошо запланировать теорию изменений, да, обучение, там, построить обучение в соответствии с ней, оценивать, но оценивая обращать внимание только на соответствие теории, а в обучении, конечно, могут возникать неожиданные эффекты, да, непредусмотренные эффекты, и иногда они могут быть очень значимыми там для участников обучения, и тоже такая непростая задача в оценке. Уважаемые коллеги, ну, судя по всему, у нас такое общее обсуждение подходит к концу, мы завершаем как бы нашу встречу первую, и я передаю слово Марине Михайловой, и у нас еще Лен Мальской, да, в конце выступит, два слова скажет, это такой завершающий этап. На самом деле, знаете, мы сегодня говорили про оценку и про анкеты, да, и про то, что надо спрашивать тех, с кем встречаешься. Вот мы тоже решили, знаете, не остаться в стороне, и раз уж у нас вопросы про оценку, то нам тоже обязательно нужно было, чтобы у нас в конце нашего заседания первого тоже была анкета, которую бы все заполнили. Мы долго очень думали над вопросами, думали, какого объема должна быть анкета, потому что вот Алексей когда-то приводил пример, что была большая обучающая программа, в которой после каждого модуля обучая тех, кого учили, спрашивали о том, какие они там знания новые получили и так далее. Прямо многостраничная была анкета, и начиная где-то с третьего модуля знания катастрофически начали с каждым шагом ухудшаться. И все перепугались, чему же мы такому учим, что они глупеют с каждым семинаром. А потом выяснилось, что не они глупеют, а просто анкета была в 25 листов, всех задолбало ее оценивать. Поэтому мы решили, что у нас будет короткая анкета, но все-таки будет обязательно, и вопросы достаточно сложные в ней, но посильные для участников сегодняшнего заседания. Но и для этого мы решили использовать тот самый инструмент, которым все уже привыкли пользоваться. И нам, я знаю, нам сегодня помогает в проведении нашего клуба на мой взгляд там суперпрофессионал в проведении онлайн мероприятий Центр Благосфера. И вот уже вы видите, у вас сейчас в чате появилась ссылочка на нашу сегодняшнюю анкету в Ментиметре. Или можно нажать на ссылочку, или просто набрать в браузере menti.com и код нашего сегодняшнего опроса 4187 1006. 4187 1006. Пожалуйста, наберите, и вы сразу увидите первый сложный вопрос, и постарайтесь на него ответить. и мы хотели бы узнать, у нас почему-то не открыт еще вопрос для голосования, да, откройте, да, мы просто немножко раньше времени выходим, да, сейчас нам он откроется, и можно будет ответить на вопрос. Да, закрыт опрос, сейчас откроют, секундочку, это небольшой технический, мы просто раньше времени с вами собирались через две минуты начать опрос, все же технически, это, знаете, вам в онлайне проводить мероприятие, это не в оффлайне, в оффлайне сказал, голосуйте на бумажке, и уже все, если бумажка распечатана, то уже все готово, а в онлайне нет, поставлено время, в какое должен начаться опрос, и все, сиди, жди, пока еще минута пройдет, и за это время может Владимир еще какой-нибудь комментарий, например, сказать. А это варюй, потому что ты сказал, что мы суперпрофессионалы, это маленький транс сейчас отправится. Анатолий на самом деле, сегодня об этом много говорили, о том, что есть ли потребность в обучении или нет потребности в обучении, помните этот опрос, где на первом месте стоит знание законодательства, и вот большой вопрос, будут ли организации пользоваться этим, и на самом деле в обществе какой способ решения был бы идеальный для этой ситуации, и мне кажется, должны были бы появиться инфраструктурные организации, которые помогали бы с той задачей, которая существует у НКО, которые были бы глубоко специализированы, и в бизнесе, собственно говоря, так бы и произошло, есть потребность, есть спрос, появилось бы предложение, вот, а мы начинаем глобально обществом говорить, мы сейчас обучим законодательству общественной организации, и они научатся работать в этой сфере, что является, вообще-то говоря, большой неправдой, потому что они не будут этого делать никогда, особенно сильно применять не будут, вот, вот небольшой комментарий, что просто это общественное устройство должно быть, в принципе, другим, и вся это вот обучение, обучающая ерунда, это просто иллюзия, миф, как кто-то говорил. Спасибо большое. Вот теперь стало понятно, почему опрос был не открыт, потому что Анатолий еще не сказал очень важный комментарий, а сейчас вы уже можете отвечать на вопрос, и первый вопрос, видите, суперсложный, это планируете ли вы принимать участие в следующих встречах клуба про оценку, и это прям сложный вопрос, потому что в нем зашиты два вопроса, первый вопрос, придете ли вы на следующее мероприятие, стоит ли следующее событие такое организовывать, а второй сложный вопрос, умеют ли участники клуба про оценку сегодняшние пользоваться ментиметром. Все, кто умеет пользоваться ментиметром, готов прийти на следующую встречу клуба про оценку, но пользующихся ментиметром на сегодняшний момент ровно половина от участников сегодняшнего заседания. Вот, кстати, несколько человек, судя по всему, не очень умеющиеся пользоваться ментиметром, пошли тренироваться и срочно вышли из нашего сегодняшнего заседания. Ну вот, да, 25 человек уже проголосовали. Все остальные ждут второй вопрос. И те, кто еще не успел нажать «да» или «нет», могут продолжить голосовать, потому что вопрос открыт. menti.com, код опроса 4187-1006. Если кто-то не смог зайти, можно ответить «да» или «нет» в чате, а мы переходим ко второму вопросу. Вопрос второй тоже непростой. На самом деле мы сейчас предлагаем вам ответить на следующий вопрос. Какие еще темы вы хотели бы обсудить? И у вас есть даже возможность три разных варианта предложить. И мы увидим на экране эти темы сейчас. То есть, какие темы вы хотели бы обсудить на клубе, возможно, как раз связанные с тем, что мы сегодня обсуждали, или какие-то другие вопросы, которые могли бы стать темой нашего следующего заседания. Для этого вам надо просто вписать тему в блог, который вы видите на вашем экране. И, судя по всему, вопрос, а что еще можно было бы обсудить пока... Уже появились первые темы. Организационный потенциал. Как оценивать стратегию? Как проводить оценку в сообществах? Ждем следующих предложений. У ведущих, у тех, кто организовал первое заседание, конечно, уже есть некоторые планы, но мы будем рады их скорректировать. Мода или необходимость оценка? Мне кажется, классная тема для обсуждения. Оценка социального воздействия. Как же получить хорошего заказчика на оценку? Как оценивать влияние? Как оценивать большие программы? Чем крупнее текст, тем больше предложений, больше людей именно эту тему и заявили. И пока у нас лидирует оценка стратегии, оценка воздействия, оценка в сообществах. Кстати, мы сохраним это облако тегов и с удовольствием тоже всем его пришлем. Уже 20 из 26 вошедших в ментиметр ответили. Один из них не ответивший я, потому что я не успеваю одновременно читать и писать. Я еще пока не научилась, но обязательно научусь. Я могу перехватить чтение, что здесь получается у нас. Сейчас, секундочку. У нас мелкие, а сейчас оценка нужд, организационный потенциал, оценка ресурсов сообщества, оценка медиапроектов, хороший заказчик. Но все равно пока лидирует оценка стратегии, оценка воздействия, оценка сообществ как-то стала уменьшаться, и оценка потенциала тоже стала уменьшаться. Потому что воздействие, оно как-то ценнее, чем потенциал. Ну, возможно. Ну, возможно, да. Олег, а можно еще голосом добавить? Конечно, конечно. Может быть, ну, мне кажется, было бы интересно послушать тоже примеры, как оценку проводят участники клуба. Ну, может быть, какие-то большие примеры, как они самостоятельно это проводят у себя. То есть обсудить примеры, да, и конкретные практики, которые есть у тех, кто участвует в клубе. Спасибо за предложение, мне кажется, очень ценное. А в развитие можно, если бы кто-нибудь вынес? Конечно. И его поражевывать, кейс, вот какие-то, ну, уроки такие. Не просто примеры, а советов, как бы обсуждения. То есть прям разбор кейсов, да, и... А я бы еще предложила сейчас модную тему, когда ничего не получилось. Оценивали, оценивали, и ничего не наоценивалось. Мне кажется, тоже интересно, и почему это случилось. Или вот, да, то есть те провалы, которые... Иногда учат больше, чем успехи. Оценку влияния пытался делать, короткая гальмарка. Оценку влияния своего тренинга нового абсолютно. И через полгода давай людей спрашивать. И результат. Никто не отвечает вообще. Можно такое по-разному интерпретировать. Я интерпретировал просто. Просто, ну, не внедрили люди ничего, людям неудобно отвечать. Спасибо. Я смотрю комментарии в чате. Оля, просто они очень много работают, и поэтому внедряют им, не пришлось. Не успели ответить на твои вопросы. У них нет слов. У них нет слов. Видите, как по-разному. Мне кажется, это отдельная тема. Как можно трактовать полученные результаты? Критически и с высоким уровнем оптимизма. Уважаемые коллеги, нам нужно завершать. И давайте голосование завершим. Спасибо за такие предложения, идеи. Мы обязательно подумаем. Но я вот хотел слово Лене Мальцкой передать. Мне кажется, это очень важная тема. Хотя мы завершаем, но вот у Лены сейчас очень важно. Это очень важная будет тема. Нет, но я хотела добавить, мне кажется, то, что должно было прозвучать в самом начале. Вот мы затеяли этот круг, три организации и компания «Процесс-консалтинг», Ахангельский центр социальных технологий и гарантий, фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», потому что мы давно обсуждали, что нам крайне важно, вот если кто читает блог Алексея Кузьмина, вот там звучало про сообщество практиков. Нам очень хотелось действительно, чтобы мы создали с помощью какого-то такого инструмента, и появился клуб, именно такое сообщество, где мы могли бы свободно действительно просто обсуждать какие-то вопросы, которые нас волнуют. И, условно говоря, для нас было еще важно, что хорошее обсуждение в хорошей компании, понимаете. То есть нам кажется, что это довольно важный такой элемент. Вот, и поэтому мы и придумали этот клуб про оценку, придумали свой альянс. Вот, и мы действительно хотим, чтобы он начал работать постоянно, поэтому мы и затевались именно с точки зрения того, что обсуждать, дискутировать, а не проводить какие-то обучающие там семинары. Вот, но следующее заседание клуба будет 9 июня, вот, и, скорее всего, он пройдет все-таки онлайн. Вот, ситуация только пока опять начинает ухудшаться, и не все, наверное, могут собраться там где-то в Москве или как. Тему мы, наверное, объявим позже, и она, конечно, будет связана с тем, про что мы говорили и то, что мы писали на Митиметрии именно сегодня. Вот, и приглашаем вас также обращаться. И вы видите внизу, соответственно, почту клуба, поэтому пишите, задавайте вопросы, присылайте какие-то предложения. Будем очень рады видеть вас в сообществе практиков. Спасибо. Лена, а пятница – это традиция или так получилось случайно? Мы пока не можем говорить о традициях, но мы будем пытаться их формировать. Наверное, так. И еще раз напомню, что мы сегодня ввели запись, и мы пришлем ссылку на запись сегодняшнего заседания и те комментарии и вопросы, которые были в чате, всем на ту электронную почту, которую вы указывали при регистрации. И презентации. Да, и презентацию тоже. Спасибо. Спасибо всем большое. Мы практически уложились во время. Я хотел в заключение сказать, мне кажется, у нас была замечательная компания и международная, и междугородняя. И я надеюсь, что вы придете в следующий раз. И я надеюсь, что всем нам будет очень интересно. До встречи. Спасибо всем. Хорошей пятницы и хороших выходных. Спасибо большое. Всем счастливо.